Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Количество эмигрировавших кировчан выросло почти в 4 раза. Если в прошлом году жить за границу, уехали 254 человека, то в этом году 997. Из них 790 человек выехали в страны СНГ, еще 200 переехали в другие государства. Такие данные в своем докладе приводит Кировстад. Переезжали кировчане жить и в другие регионы России. За 8 месяцев этого года так сделали почти 8 тысяч человек. Почти столько же, наоборот, решили переехать из других регионов в Кировскую область. Аналогичное решение приняли 788 иностранных граждан. 16% кировчан мечтают, чтобы новогодние выходные стали еще длиннее. Результатами исследования желаемой продолжительности праздничных дней поделился сервис «Суперджоб». Почти половина опрошенных кировчан считает, что на данный момент длина новогодних каникул оптимальна. Уменьшить их хотели бы 33% опрошенных, причем 10% согласно всего на 1-3 выходных. Отдыхать больше установленного хотели бы 16% кировчан, 8% от 10 до 13 дней, еще 8-2 недели. 2% утверждают, что готовы обойтись без отдыха на Новый год. В эфире «Экономика». Кировчанам напомнили о сроках уплаты налогов. Ровно 3 недели осталось на то, чтобы вовремя заплатить налог на имущество физических лиц, транспортные и земельные налоги за 2021 год. Сделать это нужно до 1 декабря, сообщают в налоговой. Узнать о льготах при уплате налогов можно в электронном сервисе справочной информации о ставках и льготах по имущественным налогам. Все возникшие вопросы налогоплательщикам предлагают задавать по телефону 8 800 222 22 22. И в завершении выпуска курсов валют доллар сегодня 61 рубль 6 копеек, евро 61 и 24. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.